В ночь с 9 на 10 декабря 2021 года прошла восьмая по счёту ежегодная церемония награждения The Game Awards, отмечающая достижения в индустрии компьютерных игр и киберспорта. Награда Игра Года на сей раз была удостоена It Takes Two. Это кооперативная игра в жанре экшн-адвенчер. В нём игрокам предстоит управлять поссорившейся парой Коди и Мэй, которые были превращены в куклы-заклинанием. Для того, чтобы вернуться в реальный мир и помириться, им необходимо работать исключительно вместе. Собственно, игра так и называется. Для этого нужны двое. Воистину потрясающая кооперативная игра и достойный победитель номинации Игра Года. Так что, если до сих пор не играли, зовите друга или подругу и отправляйтесь в мир приключений вместе с главными героями. От себя же хотелось бы поздравить Юсефа Фореса и его команду Hazelight Studios с победой как в номинации, так и с тем, что эти ребята гнут свою линию и делают такие крутые игры под крылом Electronic Arts. Без доната и прочей электронной алчности, которая, к сожалению, присуща большинству крупным современным компаниям в наши дни. Но речь сегодня пойдет не об It Takes Two, а о технодемке, выполненной на движке Unreal Engine 5, которую представили на все той же The Game Awards Керри Энн Мосс и Киану Брейс Текен Ривз. Действия технодемки разворачиваются в The Matrix Awakens, что весьма в тему, так как скоро выходит продолжение культовой трилогии братьев, а теперь уже сестер Вачовски. Матрица Воскрешение, которую вы, я надеюсь, ждете так же, как и я. Игровая версия Матрицы нам показывает, насколько красивыми и реалистичными могут быть игры на Unreal Engine 5. Также движок демонстрирует обширную детализацию и очень детальную симуляцию города. Пешеходов и транспортных средств. Технодемку уже можно скачать и опробовать всем владельцам Xbox Series и PlayStation 5. Я уже успел с ней ознакомиться и сейчас расскажу, что же показали в демке, чем там можно заняться и до чего уже дошел технический прогресс в создании видеоигр. В самом начале нас встречает Киану Ривз, который размышляет о том, что сейчас реальные и виртуальные миры стали как зеркало, что тот самый человек, который сидит перед монитором, принимает решение за своего аватара, согласно своим принципам и убеждениям. Вместе с Carrie and Moss они еще 20 лет назад, в то время, когда вышла первая часть Матрицы, уже задумывались о том, что грань между реальным миром и Матрицей, то есть виртуальным миром, все больше стирается. И они задавались вопросом, сколько еще времени пройдет, когда эта грань сотрется окончательно, когда оба мира будут едва отличимы друг от друга. Вся эта болтовня Киану плавно переходит в сцену погони, в которой я был рад увидеть героев Матрицы вновь помолодевшими, собственно, как и сами Нео и Тринити, которым люди из отдела маркетинга, с которыми, к слову, как и с агентами лучше не связываться, сказали добавить побольше огоньку в презентацию, помимо философии Киану. Тут в сцену влезает третий участник действия – безымянная девушка, которая, собственно, и есть игрок. Мне она напомнила не оба, из все той же Матрицы. Когда Нео покидает девушек, нам дают управление в руки. Все это, конечно, больше похоже на аттракцион Тир, где нам предстоит на бешеной скорости мчасть по шоссе отстреливаться от агентов, стреляя по колесам машины, сначала при помощи пистолета, ну а потом в дело уже идет кое-что потяжелее. Позже к погоне присоединяется босс-вертолет, который игрок все так же расстреливает при помощи пулемета, а в конце предстоит сделать финальный выстрел и посмотреть на эпичную сцену взрыва. Продолжение следует... После сцены погони нам предлагают немного побаловаться с настройками движка, в которую входят различные визуализации объектов и текстур, посмотреть, как изменяется город, когда наступает ночь, а также отображение пикселей, после чего игрока отпускают в открытый мир, в котором мы также в меню настроек можем посмотреть как все вышеназванные визуальные элементы, так и другие. Например, положение солнца, количество трафика, автомобилей, пешеходов. Также мы можем отключить зеленый матричный фильтр для более ясного изображения. Частота кадров во время погони, кстати, составляла 24 фпс. Далее открытый мир исследуется в максимум 30 фпс. Но и в том и другом случае иногда случаются просадки, и это нормально. Проект не стали оптимизировать по полной, поэтому он выжимает все соки из вашей консоли. Когда надоест баловаться с настройками, можно отправиться попутешествовать по миру, как пешком, так и на машине, на которой можно проверить, как работает управление и физика повреждения, которые просчитываются в реальном времени. Но чего-то крутого ждать, конечно же, не стоит. Это лишь техно-демка, благодаря которой разработчики игр сами доведут необходимые до желаемых результатов. Также игроку предоставлена свободная камера. Находясь на своих двоих, мы можем Акинео взлететь в воздух и продолжить исследовать мир, наслаждаясь местными видами и дальностью прорисовки. А когда вам надоест, можно открыть раздел карты и исследовать нанесенные на нее метки. Что там скрывается, спросите вы? Да ничего особенного. По этим меткам вы можете найти интересные факты, как о самом мире техно-демки, по типу, какое здание самое высокое, так и факты о самом движке и проделанной работе. Но их я могу вам и сейчас рассказать, вдруг кому-то будет интересно. Итак, вот они. Площадь города составляет почти 16 километров квадратных, что немного больше, чем размер центра Лос-Анджелеса, где, собственно, и проходила церемония награждения The Game Awards. В городе 260 километров дорог, 512 километров тротуаров и 1248 перекрестков. Есть 45 073 припаркованных автомобиля, из которых 38 146 являются управляемыми и разрушаемыми. На дорогах 17 000 смоделированных транспортных средств, которыми поддаются разрушению. 7 000 зданий, 27 848 фонарных столбов только со стороны улицы, 12 422 канализационных отверстия, было создано почти 10 миллионов уникальных и дублированных объектов, 35 000 смоделированных пешеходов, метах Юмэн. Весь мир освещен только солнцем, небом и излучающими материалами на сетках. Не были размещены источники света для десятков тысяч уличных фонарей и фар. В ночном режиме почти все освещение исходит из миллионов излучающих окон зданий. Проект выложат в открытый доступ, вместе с исходниками и ассетами. Их можно использовать бесплатно. Хотя технодемка и не является игрой, вылизанной до блеска, да и сами создатели The Matrix Awakens подтвердили, что не собираются превращать свой продукт в полноценную игру. Все равно хочется сказать только спасибо разработчикам движка Unreal Engine 5 за то, что развивают технически свое творение и предоставляют его каждому заинтересованному в создании игр человеку. Я надеюсь, что благодаря ей все разработчики видеоигр смогут воплотить свои смелые мечты в реальность и построить необыкновенные миры на любой вкус, в которых уже мы, обычные игроки, вновь погрузимся с головой, сбегая от серой реальности, и проведем там сотни часов и получим тысячи эмоций на более новом уровне, который еще сильнее сотрет грань реального и виртуального миров. Ну а на этом все. Не пропустите премьеру фильма «Матрица. Воскрешение». Надеюсь, мы вновь вернемся к культовой киноленте и получим тону положительных эмоций. Спасибо, что смотрели. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, напишите в комментариях, как вам в технодемках и вообще, как вы относитесь к киноленте «Матрица». Не болейте! Услышимся! Пока! Субтитры подогнал «Симон»!